В Ак-Тубе продолжается работа с подростками в рамках специального месячника. За это время они успели поучаствовать в различных спортивных и благотворительных мероприятиях. А накануне для юных актюбинцев был организован туристический поход к мемориальному комплексу Есет-Батыра. Это место было выбрано неспроста. Ведь именно здесь, на небольшом холме в поселке Бестамак, стоит мемориальный комплекс великого балководца Есет-Батыра. Для местных жителей захоронение поистине священно. На этом холме все видно. В свое время для наших батыров это было огромным плюсом во время противостояния врагам. Можно было увидеть, как они наступают. Для нас, младшего жуза, угрозой были калмаки в основном. А для старшего и среднего жуза джунгары с востока. Это и есть основная причина, почему наши располагались на холме. Сейчас, как вы видите, здесь нет свободного места. Везде похоронены люди прошлой эпохи. Поэтому будьте осторожны, не наступайте на эти места. Здесь похоронены представители других ру, не только тома. С началом 21 века на этом холме запретили хоронить людей. Это правильно, с одной стороны. Ведь только благодаря этому мы смогли найти и сохранить место, где похоронили нашего великого батыра. В туристическом походе приняли участие как школьники, так и учащиеся в местных колледжах. Они узнали многое благодаря этой поездке. Я впервые посещаю комплекс Исид-Батыра. Благодаря имаму получили новые знания. Полководец в свое время защищал наш младший жуз. Сам очень люблю посещать такие исторические места. Это помогает живую узнать много чего нового. Мазар с кубическим основанием и шлемовидным куполом был построен еще в 1992 году. В рамках празднования 325-летия полководца. На сегодня с силами местных предпринимателей возведем большой мемориальный комплекс бесплатным домом. для ночлега паломников и столовая для проведения поминального обеда. Однако из-за того, что здание расположено на холме, некоторые части требуют ремонта. Акимобласти знают о том, какая у нас есть проблема. Нам обещали, что в следующем году проведут капитальный ремонт. В целом здесь работают 10 сотрудников. Посетителей очень много, особенно летом. Ведь это священное место. Месячник по работе с подростками не ограничивается туристическим походом. За прошедшее время были проведены спортивные и благотворительные мероприятия. По словам организаторов, эта работа помогает подросткам увидеть и понять многое. В частности, ребята начинают ценить то, что имеют, отмечают специалисты. Когда пришли в одну семью, эти девочки, увидев их положение, как они живут, они ужаснулись. Ужаснулись, да. Действительно, есть у нас в обществе такие люди, которые дали им продукты. Мы им дали продукты в виде картофеля, их семьям, да то, что они с нами ходили. Как бы их пошли тоже. И прослезились, сказали, спасибо вам, что вы привлекли нас в такое мероприятие. Мы возле своих родителей, обеспеченные, мы не видели вот таких людей, которые живут в таких общагах или подвалах даже живут. Вот поэтому такие мероприятия очень нужны. Это значимый проект. Пусть каждый год этот проект повторяется, я так думаю. Отметим, что всего приняли участие в туристическом походе порядка 50 подростков. Жасан Желбаков, Межана Манжолов, телеканал Ак-Тубе.